всем привет и добро пожаловать в очередной выпуск news блока крипто на канале крипто comments в эту снежную холодную среду я надеюсь что в вашем доме тепло а на вашем кошельке очень и очень холодно возможно даже аппаратно но в сторону шутки сегодня мы с вами поговорим на очень серьезные темы в общем без лишних слов сегодня в выпуске охота на крыс binance объявила им войну генеральный директор дельта блокчейн о будущем крипто регулирование в руках конгресса сша арест года в южной корее задержан топ-менеджер укравший почти 1 миллиард долларов и завершить наш сегодняшний выпуск обзор ситуации на крипто рынке от крипто зоруса оставайтесь с нами и так binance выходят на войну и будет бороться с утечками листинга монет в ответ на растущие обвинения и обеспокоенность сообщества по поводу возможной коррупции внутри компании крипто бирже binance объявила награде в 5 миллионов долларов за информацию о потенциально коррумпированных сотрудниках binance также ужесточает свои протоколы для внешних партнеров гарантируя что общение в отношении листинга токенов останется конфиденциальным и безопасным любые нарушения в этом отношении приведут к отмене листингов и потенциальному внесению в черный список участвующих проектов или фондов разговор об этом начались после падения цены на родин рон вскоре после его листинга на binance это произошло после обвинения директором coinbase конором гроганом который утверждает что обнаружил подозрительную активность кошельков до листинга токенов на binance дорогой зритель проблемы которые начались binance властями сша на самом деле как бы болезненно это не казалось для самой компании во многом на самом деле играют сейчас ей на руку и такие новости и изменения для компании о которых я только что тебе сказал являются разгонной ступенью на пути компании к установке новые планки причем планки качества прозрачности и как следствие надежности лично я к крупным компаниям-гигантам теплых чувств не питаю дело в том что набрав определенные размеры массу они становятся настолько сильными локомотивами с которыми конкурировать более мелким компаниям становится попросту невозможно но в случае с binance ситуация немного другая и все из-за проблем с властями сша которые по сути стали очень сильной сдерживающей силой поэтому как бы ни казалось что данная инициатива является попыткой компании себя хоть как-то объедить борьба со сливами тем более направленными на манипуляцию финансов дело-то хорошее тем более если направлено на на борьбу с крысами которые к тому же являются и разносчиками болезней конечно это образное сравнение но ты дорогой зритель меня понял продолжает наш выпуск интервью на bloomberg т.в. генерального директора дельта блокчейн кавита гупта где она рассказывает о сложившихся потребностях в государственном регулировании крипто сектора влияние на их процесс формирования конгресса и объясняет причем тут президентские выборы давайте послушаем как ты объясняешь учредителям влияние политики а также потенциально будущее изменение политики в связи с тем что происходит не только в белом доме после событий ноября но также и за тех кто заправляет в сенате да это была удивительная история потому что четыре года назад когда происходили последние выборы не было никакой ясности в том что республиканцы или демократы по-доброму смотрят на крипто и готовы заняться регулированием сейчас же мы с вами видим что администрация байдена за последние четыре года до с одной стороны у нас есть одобренный и тефт но с другой стороны у нас есть председатель сек который крипто в общем-то не очень и дружелюбен всегда предлагает действовать осторожно а вместе с ним и часть других сенаторов но с другой стороны у нас есть и президент трамп у которого есть собственные nfc а также не проявляющее рьяния в поддержке цвцб выпустив заявление того что он не одобрит цвцб цифрового эквивалента доллара сша таким образом это просто удивительное время при этом мы с вами наблюдаем целую группу крупного лоббирования лоббирующего интересы крипто поддерживающих это сенаторов очень открыто и прозрачно продвигающий все больше и больше регулирования вокруг данной индустрии поэтому я считаю что в настоящий момент правильно структурированное лобби имеет место и вне зависимости от того кто станет президентом существует очень большая потребность в этом нуждающийся наличие ясного регулирования к вида спасибо келли ты как всегда на высоте но в чем так сказать сам сок а вот в чем есть целая группа сенаторов которые лоббируют интересы крипто и каким бы ни был исход президентской гонки эта сила похоже сдаваться не собирается а это значит что впереди нас ждут новые имена и новые события а уж в том что крипто мама отступит под натиском элизабет уоррен сомневаться не приходится генеральный директор хару инвест арестован в южной корее за мошенничество 828 миллионов долларов выдернуть скатерть или рак пул одна из самых распространенных форм мошенничества в криптоиндустрии ведь злоумышленники используют методы обмана ничего не подозревающих жертв в июне 2023 года южнокорейская криптоинвестиционная платформа хару инвест обеспокоила инвесторов внезапно приостановив вывод средств и породив спекуляции о мошенничестве и возможном скаме после годичного расследования и восстановления справедливости власть южной кореи приняли жесткие меры в отношении руководителей этой платформы три человека включая генерального директора предположительно управляли мошеннической инвестиционной схемой с марта 2020 по июнь 2023 года рекламируя высокие ставки до 12 процентов годовых по депозитам активов это привело к обману более 16 тысяч клиентов на общую сумму около 1 и 1 десятого триллиона вон что оценивается в 828 миллионов долларов за тот же период хару инвест также уволила более сотни своих сотрудников сославшись на возникшие трудности в управлении платформой теперь руководителям предъявлено несколько обвинений в незаконном присвоении средств пользователей финансовом мошенничестве и растрате дорогой зритель хоть мы с тобой не в южной корее для нас важно следующее инвестиции это риск инвестиции с соблазнительными ожиданиями это гигантский риск и почти в абсолютном большинстве всегда обман и мошенничество если ты все же решил инвестировать то делай это осторожно и обдуманно лучше всего делать это в живые и твердые активы с хорошей репутацией и историей а еще лучше внимательно следить смотреть и читать то что пишут на крипто комманс конечно это не волшебники с хрустальным шаром обычные люди но у этих людей есть опыт и как и любой человек на земле в каких-то моментах они могут быть не точными поэтому любые решения ты должен принимать только сам и именно поэтому я каждый раз говорю это не финансовый совет и завершает наш сегодняшний выпуск обзор ситуации на рынке в макро масштабе от джорджа танго более известного как крипто за рус джордж а что там по рынку а вот что и давайте начнем с этого посмотрите-ка кто у нас там купил больше биткоинов до майкл сейлор он еще купил 850 биткоинов примерно на 47 миллионов долларов и теперь у майкро стрета же в кармане 190 тысяч биткоинов это много это очень много и чтобы понять перспективу то вот вам график покупок майкла сейлора самые его первые которая была огромная в третьем квартале 2020 после чего биткоин майкла сейлора становился все больше 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 и больше четвертом квартале он сделал невероятную покупку а недавняя немного поменьше в итоге на сегодняшний день общая себестоимость биткоина составляет пять девяносто три миллиарда при средней цене за биткоин тридцать один двести двадцать четыре то есть очевидно что майкл сейлор и майкро стрета же в зеленке на миллиарды но майкл сейлор и не закончил покупать биткоин он продолжит это делать и аналогично поступят институционалы да и хотя майкро стрета же не совсем как бы институционал они являются публичной компанией но помимо них есть огромное количество других институционалов и публичных компаний и приватных компаний которые продолжают и продолжают покупать дело в том что просто мы об этом не слышим в общем у биткоина все отлично и помимо майкро стрета же у нас еще есть и майнеры такие как марафон и райот и посмотрите-ка на их сбережения биткоинов они хоть немного уменьшились нет верно эти майнеры продолжают майнить а также по сути продолжают держать и держать все что у них есть вот почему их запасы растут растут и растут то есть это не одна только лишь майкро стрета же а по сути любая крупная майнинг компания которых очень и очень много они продолжают затариваться и затариваться продолжают только до той степени пока у нас еще остались биткоины ведь у нас их вот столько и посмотрите где мы с вами сейчас находимся мы только подходим четвертому холдингу приближаясь вплотную к 95 процентам готова завершено все биткоины в объеме 95 процентов были добыты и запущены в оборот точнее скоро будут а все остальные которые продолжат бороться за оставшиеся пять процентов будут заниматься этим больше ста лет так что по сути ребята вот и все не позвольте и те фом институционалом я смелюсь сказать не позвольте майклу сейлору скупить все биткоины обеспечьте какое-то количество для себя любимого потому что однажды вы проснетесь и подумаете чел какого черта я не купил больше ведь я мог купить больше по 3000 долларов по 10 тысяч долларов мог купить по 20 30 40 50 60 70 80 90 100 я мог купить биткоин пока он был все еще дешевым до 6 знака не дайте себя оказаться в этой ситуации не позвольте себе начать сожалеть об этом вау вот эта речь не пойду в продуктовый пойду за биткоином но ты дорогой зритель сделай так как считаешь нужным сам ведь единственный совет который я могу тебе дать это думать только своей головой подписаться на канал поставить под видео лайк и написать свой бесценный комментарий который мы прочтем учтем и применим следующем видео на этом у меня все я желаю тебе отличного вечера потрясающего трейдинга и до встречи в следующем выпуске субтитры сделал DimaTorzok